Друзья, всем привет! Рано или поздно каждый из нас задается вопросом открыть какое-то небольшое свое производство в маленькой мастерской, либо гараже. И сегодня я вам расскажу об одном из таких вариантов вот о таком настольном станке художественной ковки узора N1. Почему узор N1? У многих у моих коллег уже есть данный станочек и зарекомендовал он себя только с положительной стороны. Также считаю большим плюсом это то, что данный станок продается модулями. То есть вы платите только за те модули, которые действительно вам нужны. К примеру, вы решили заняться теплицами, вы купили главный модуль и модуль трубогиб. Все, за остальные модули вам переплачивать не нужно. Я считаю это очень большим плюсом. Ну и сейчас мы сделаем небольшую распаковочку, посмотрим каждый модуль, соберем станочек, ну и попробуем что-нибудь на нем сделать. Давайте приступать, поехали. Модуль номер один, он самый главный. Здесь сбоку, кстати, есть картиночки, что можно сделать при помощи данного станочка. У меня, кстати, обновленная версия Black Edition. Сейчас вы увидите, как он шикарно выглядит. Кстати, гарантийный талон. Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев. Также хотел сказать, что самоделки какие-то, то есть самодельную улитку или что-то, в этот промежуток времени ни в коем случае делать нельзя, потому что сразу слетает с гарантии. Есть в интернете деятели, которые там делают метровые улитки и говорят, вот да, гнет он трубу, все нормально. Но опять же, как заявил производитель, этого и нужно придерживаться. Также, кроме гарантийного талона, инструкция. Ее тоже обязательно нужно прочитать, какую трубу, с какой стенкой гнуть, как ее гнуть, в какую сторону должен быть сварной шов. То есть, тоже такие вроде бы мелочи, но тоже они очень влияют на работу. Сам станок крепится на металлическую пластину. И вот есть разметка, как нужно сверлить отверстия. Все здесь один к одному масштаб. И также есть журнальчик, сделай сам, пуфик. То есть, и также указано, каких нужно, сколько, количество, какой элементов нужно. И расход металла все показывается. Так, ну а здесь у нас гайки, шайбы, болты. здесь тоже. Так, а здесь расположены педали. Смотрите, то есть у нас, допустим, в одном направлении круть с валы, в другом подключается при помощи вот такой муфты. Тоже подключим, все рассмотрим, проверим. Ну и вот как выглядит станочек спереди. У меня обновленная версия, узор N1 Black Edition, он мощнее. Предыдущая версия шла с двигателем 1,1 кВт, в данной версии идет двигатель 1,5 кВт. Сам станок состоит из двигателя, мощного редуктора и частотного преобразователя. Работает станочек от сети 220 вольт. Вот такой вот провод, он мягкий, длина провода больше 3 метров, я замерил где-то 3,40 приблизительно, то есть довольно-таки большой. На панели, как видим, все очень просто, ничего нет лишнего. Две скорости, первая, вторая, сеть, то есть питание, вращение двигателя в одну из сторон и клавиши стоп. Модуль номер 2. Модуль номер 2 это трубогиб радиусной гибки, который позволяет гнуть диаметром от 250 миллиметров трубу сечением от 10 до 50 миллиметров с толщиной стенки до 3 миллиметров. Приводной вал здесь закаленный, также имеется шпонка. На валу имеется накатка, которая предотвращает проскальзывание заготовок. На ведомых роликах расположены две шайбы, с помощью которых мы регулируем расстояние под нашу заготовку, вернее, под нашу трубу. Также имеются еще дополнительные пазы, при помощи которых мы можем гнуть еще более меньший радиус. Сверху находится ручка, при вращении которой двигатель вал двигателя остается на месте, а вся конструкция поднимается. Также здесь на ручке имеются две гайки, они служат как маркером, то есть мы их, когда мы загнули до нужного радиуса, мы их контрим, и следующие все заготовки будут одинакового радиуса, ошибиться никак нельзя. Также здесь имеется шкала от 1 до 14. Модуль номер 3 вальцы. Здесь сегментные валы, верхний вал вращается от модуля номер 1 от редуктора, нижний вал вращается при помощи шестерен. Вот они расположены. При помощи данного модуля мы подготавливаем трубу к дальнейшим операциям, и также делаем здесь лапку. Для лапки имеется вот такой упор, тоже его соберем, я покажу. Модуль номер 4 это оснастка. Здесь находятся в моем случае улитка номер 4, улитка 5 и 6. Также барабан для завивки колец и два ролика, которые позволяют наносить узор на профильную трубу. Также здесь есть упор роликовый в сборе. При помощи данных улиток мы можем производить популярные элементы холодной ковки, такие как например валюта, червонка, запятая. Ну и последний модуль номер 5, который позволяет делать корзинку и торсион. Сделано это из профильной трубы 60 на 60, крепится это все к блоку номер 3. Также в комплекте полнотелая труба для изготовления корзинки, подвижная опора, которая одевается на данную трубу, переходная шайба, ну и еще различные переходники под различный квадрат. Итак, собрал станочек, вот как все это выглядит в собранном виде. Выглядит очень шикарно, столешница прям под цвет. Станочка тоже покупал на официальном сайте. Ну и давайте сейчас попробуем в работе. первым делом попробуем трубогиб. Трубу будем гнуть 20 на 20, толщина стенки полтора миллиметра. Устанавливаем профиль гиб, устанавливаем кольца вплотную к трубе и подтягиваем. формируем. Трубогиб. 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 блок suite его что получилось вот такой полукруг считаю хорошим результатом. Сейчас давайте поработаем на модуль номер три кузнечный блок прокатаем с вами профильную трубу 20 на 20 это нужно для того чтобы в дальнейшем делать лапку либо для повышения жесткости профильной трубы вот что получилось в итоге прокатали трубу теперь можно сделать лапку скорость ставим 1 и прокатываем а лапку вот прокатали лапку теперь можно работать на улиточке и так сделали лапку теперь можно работать на улице я поставил номер 4 улитку также у меня есть 5 6 хотелось бы сказать что номер 6 улитка дается при покупке 5 модулей black edition но мы сейчас сделаем с вами червонку давайте приступим все зажали вот как получается так ну и давайте обратную сторону зажимаем ослабим не разработался так вот какой какая у нас получилась червонка установил 114 барабан прокатал 15 профильную трубу ну и сейчас попробуем сделаем кольцо все и теперь остается болгарочкой разрезать и сварить вот что получилось в итоге вот такие вот колечки получились установил ролики узор называется гирлянда сейчас прокатаем 15 трубу ну и посмотрим результат так и с другой стороны давать смотрите какая красота получилась ну и осталось за то есть торсион еще раз повторюсь труба 60 на 60 крепится на 4 винта здесь у нас переходная шайба из набора выбираем подходящий размер в данном случае 12 у нас будет квадрат вот таким способом ставится и крепится на двух болтах ну и также в подвижную опору тоже ставится вот такая проставка загоняем наш квадрат до конца до упора все загнали пробуем вот так вполне достаточно друзья ну и подводя итоги хотелось бы сказать что данный станочек меня полностью устраивает мощность мотор геодуктора здесь просто за глаза тем более у меня обновленная версия black edition мотор здесь стоит на полтора киловатта станочек улет можно наладить мелкое серийное производство к примеру теплицы лавочки мангалы я тоже планирую в скором времени сделать несколько проектов например скоро весна и нужно сделать будет мангал также нужно сделать козырек на двери в мастерскую ну а журнал сделай сам который идет с станочком в этом не поможет ссылочку на производители я оставлю внизу под видео ну а мы будем прощаться кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока до новых встреч 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 Продолжение следует...